Здравствуйте! В студии Марины Симонова. Это выпуск новостей. Вот его главные темы. Помощь будет. Республика перечислит деньги пострадавшим от паводка. Осторожно, клещи! У специалистов есть повод еще раз напомнить об опасности. Скажи, электронной сигарете нет. Медики накануне дня отказа от табака развеяли миг. Какой должна быть семья в Каракулинах прошел Большой республиканский форум. Удмуртия и северная столица страны намерены развивать торгово-экономические, научно-технические, социальные и культурные отношения. Это намерение глава республики и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко закрепили официальным документом, подписав сегодня соглашение о сотрудничестве. Как будут развивать это соглашение, Александр Соловьев прокомментировал в телефонном интервью. Туризм. Мы начали свои движения. Тем не менее, надо кое в чем сюда приехать, посмотреть, что они делают. Завтра в Санкт-Петербурге открывается неделя Удмуртии. Мероприятие значимое, отметил Георгий Полтавченко. Северная столица заинтересована в расширении сотрудничества с российскими регионами. Среди перспективных направлений участники встречи назвали образовательные, культурные обмены и развитие внутреннего туризма. А еще северная столица заинтересована в расширении поставок продуктов питания из Удмуртии. Кстати, у петербургцев будет возможность их попробовать. Наши сельхозпереработчики вошли в состав делегации. И как раз накануне глава Удмуртии побывал на одной из производственных площадок в Сарапуле. Это производственный логистический комплекс предприятия «Сарапул молоко», которое входит в агрохолдинг «Комосгрупп». Каждый день отсюда молочная продукция развозится по 59 российским регионам. И не только. Продукцию удмуртских переработчиков знают и за рубежом. Об этом руководитель «Комосгрупп» рассказывает главе республики. Александр Соловьев здесь впервые. Увиденное, честно признается, впечатлило. Есть программы, те, которые сегодня есть у Милкома. Есть у нас программы. Мы сегодня друг друга слышим, друг друга понимаем о том, что нам надо двигаться вперед, чтобы росли объемы молока. Загрузка. Мы понимаем, что она неполная. Сегодня на Сарапуле каждый день выпускают более 350 тонн продукции, 35 наименований. Но производственные мощности пока загружены всего на две трети. Нужно сырье. В этом заинтересованы и переработчики, и республиканские власти. В Удмуртии до 2020 года решили увеличить объемы молока до миллиона тонн в год. И в этом задачи бизнеса и власти совпадают. Это предприятие, на самом деле, по праву является нашей гордостью. Мы развиваем его уже в течение многих лет. Напомню, что когда-то это предприятие находилось в состоянии банкротства на рубеже, так сказать, века. Но всего за время работы мы вложили больше миллиарда рублей инвестиций. Республика готова поддержать переработчиков и в поиске новых рынков сбыта. Как раз в эти дни в северной столице начинается неделя Удмуртии в Санкт-Петербурге. И агрохолдинг «Комосгрупп», входящий в десятку крупнейших налогоплательщиков региона, тоже в составе делегации. Оксана Хурякова, Василий Хуряков, телеканал «Мая Удмуртия». Семьи, пострадавшие этой весной от паводка, получат материальную помощь. Распоряжением председателя республиканского правительства двум районам, Болезинскому и Игринскому, будут перечислены средства в расчете до 10 тысяч рублей на одну семью. Помощь получат те, кто из-за большой воды утратил имущество первой необходимости. Напомню, в этом году из-за тяжелой паводковой ситуации на территории Игры Болезино вводился режим ЧС. В ближайшие дни в Удмуртии ожидаются заморозки до минус двух. Сегодня об этом сообщили синоптики. Еще в субботу наш регион пересек холодный фронт. Наиболее интенсивные ливни и грозы с градом прошли в южных районах республики. Сегодня Удмуртия находится под влиянием арктического антициклона. Уже со вторника ночные температуры плюс один, плюс шесть. На почве заморозки до минус двух. Но осадков на этой неделе не ожидается. А врачи после выходных обновили цифры по пострадавшим от укусов клещей. С начала сезона к медикам за помощью обратилось более 5000 человек. Двоим уже поставили диагноз клещевой энцефалит, а еще четверым бролиоз. А медики просят в ближайшие 2-3 недели стать еще бдительнее. К чему расскажет Роман Вагинов. Клещи сегодня переносят около десятка опасных заболеваний. Самые известные среди них энцефалит, баррелез и анаплазмоз. Александра клещ укусил в пригороде Ижевска. Ездили на велосипеде с друзьями. В общем, получилось так, что домой принес, сняли. У меня и у друга клещ. Поймали примерно металлурги. Нет, не паркировать. Там сад огороды рядом. Подцепить переносчика опасных инфекций можно не только в лесу, но и в городе. В транспорте, в парке. Еще раз напоминают эксперты. Кроме Роспотребнадзора, клещей на исследование сегодня принимают и в инфекционной больнице. Это было вчера днем, но вечером уже не приехали, потому что лаборатория не работала. Было поздно. Обратились сегодня. Ну и сколько ждать? Сутки. Завтра после двух часов будет результат. С начала апреля к врачам уже обратились около пяти тысяч пострадавших от укусок клеща. Двое жителей Удмуртии перед натиском инфекции устоять не смогли. И заразились энцефалитом. Еще четверо – клещевым боррелиозом. Между тем, ближайшие две-три недели – самые опасные. Активизируются таежные клещи, рассказывает Вера Данилова. Но надо помнить, все-таки, если вы поехали на природу, то вы должны выбрать какую-то более-менее солнечную полянку, потому что клещи больше любят влажные, теплые места. Надо выбрать так, чтобы поменьше было травы, потому что клещи все-таки нападают именно с травы чаще всего. Конечно же, если вы поехали на природу, то надо обязательно соответствующим образом иметь одежду. Лучше, конечно, светлых тонов. Головной убор, штаны, заправленные в носки, сапоги и светлая одежда тоже могут защитить от клещей. Находясь на природе, эксперты также советуют осматривать себя или друг друга каждые полчаса. Не стоит забывать и о современных репеллентах. Роман Вагинов, Василий Хохряков, телеканал «Моя Удмуртия». Купальный сезон еще не открыт, а в Удмуртии уже есть погибшие. В минувшие выходные в Ижевске утонул подросток, ему было 16. На Ижевский пляж молодой человек пришел вместе со своей подругой, там они решили искупаться, причем оба не умели плавать. Страшные подробности этого ЧП нам в телефонном разговоре рассказали официальные представители регионального управления Следственного комитета России. После того, как они зашли в воду, ввиду резкого углубления возле береговой линии, стали тонуть. Девушку спасли люди, находившиеся неподалеку от места случившегося. Молодой человек утонул. Его тело спасатели извлекли из воды на значительном расстоянии от берега. На сайте республиканского МЧС сегодня появилась памятка. Спасатели напоминают правила безопасности на воде и страшные цифры статистики. Каждый год в течение купального сезона на водоемах республики тонут десятки человек. А каждые 6 секунд в России умирает курильщик. Ежегодно в стране диагноз «рак легкого» получает почти 60 тысяч человек. В Удмурти 600 курильщиков ежегодно слышат такой вердикт онкологов. Завтра – Международный день отказа от табака. А сегодня ведущие специалисты Минздрава республики снова напомнили о вреде курения и развеяли мифы про электронные сигареты. Марина Баль подробнее. Вы не курильщик? Курильщик. Как пережили эту поездку? Положительно. Сила воли плюс характер. Отшучивается Виталий Басалыга. За 18 часов пути один перекур на станции. Для человека, курящего по две пачки в день – поступок. Проводник в вагоне не курящий, ему соблюдать закон просто. Уже два года, как в поездах, курить запрещено. Половина, наверное, вагона – это у нас мужчины, девушки, которые курят. Но им деваться некуда, им приходится терпеть. Они выходят на станции, на станции выходят и курят. Проводники следят за пассажирами, за теми и другими. Транспортная полиция в прошлом году поймали 800 нарушителей, в этом уже 400. За курение штраф от 500 до 1500 рублей. Не штрафуют пока за электронную сигарету. У новомодного приспособления все больше поклонников. По электронным сигаретам какой-то законодательной базы на данный момент нет. Поэтому ограничивать мы потребление электронных сигарет не можем. По обычному курению обычных сигарет в поездах, как я уже сказал, это категорически запрещается. Запретить любой табак – единственно правильное решение, утверждают врачи. В Удмуртии ежегодно диагноз «рак легкого» получают 600 человек. Шанс выжить – 15%. А электронная сигарета – это просто еще одна система доставки никотина в легкие. Причем очень качественная. Более глубокое проекновение в более глубокие структуры легких, если мы говорим. И оттуда-то выйти-то труднее, сложнее. Дыхание-то поверхностно у них становится. И развитие как раз различных заболеваний, оно, я думаю, больше будет. Это никотин жидкий, его в чем-то нужно растворить. Чаще всего это пропиленгликоль. И бог знает еще какая гадость в качестве растворителя выступает. И получается, этот растворитель также проникает в глубже расположенные отделы легких. Пожалуй, единственный плюс – окружающие не дышат вредными смолами. Но курильщика электронная сигарета губит. Завтра, в день отказа от табака, развеивать мифы и рассказывать правду о болезни, а именно так табакокурение называют врачи, они будут на промышленных предприятиях. Упор решено сделать на трудоспособное население. Будут развернуты пункты здоровья, где будут делаться замеры смокелайзером, величина карбоксигемоглобина и угарного газа в выдыхаемом воздухе, будет измеряться артериальное давление и будет проводиться пульсоксиметрия. И еще врачи настаивают – бросить курить никогда не поздно. Они готовы помочь. Марина Барян, Ребусыгин, телеканал «Моя Удмуртия». Первый обязательный ЕГЭ в Удмуртии прошел без нарушений. Сегодня 11-классники сдавали русский язык. Это один из самых массовых экзаменов, а еще он нужен для получения аттестата. В Удмуртии ЕГЭ писали более 6,5 тысяч школьников и выпускников прошлых лет. За 3,5 часа нужно было выполнить 25 заданий. Радикальных нововведений в этом году не было. Все проходило, как и в прошлом. В пунктах проведения ЕГЭ работали рамки металлоискателей и камеры видеонаблюдения. Понервничать пришлось организаторам трех отдаленных районов. Впервые за всю историю ЕГЭ контрольно-измерительные материалы печатали прямо в аудиториях. Дети сидят в аудитории. Организатор в аудитории в обозначенное время подключается к системе. Причем для того, чтобы система сработала, два организатора одновременно. И нажимают кнопку «Пуск». И контрольно-измерительные материалы. То есть по каналам, конечно, защищенным. То есть мы должны понимать, что это не электронная почта, и она пришла в обозначенный пункт. И из принтера. То есть они в аудитории раздаются. Это позволит избежать информационной утечки. А педагогам из отдаленных районов больше не нужно будет ездить за контрольно-измерительными материалами по ночам. В перспективе печатать бланки будут во всех пунктах проведения ЕГЭ. В минувшие выходные пограничники всей страны праздновали профессиональный праздник. Как отметили его в Удмуртии, расскажет Александр Демидов. День пограничника можно назвать праздником настоящей мужской дружбы. Сотни людей собрались в сквере у Вечного огня вспомнить былое и почтить память павших товарищей. Дружба в пограничных войсках настолько сильная, что она продолжается всю жизнь. Поэтому пограничники 28 мая одной большой семьей выходят на улицы, встречаются, поздравляют самих себя, поздравляют друзей. Всегда вспоминают тех, кто не вернулся из дозора. Во все времена служить в погранвойсках было очень почетно, а отбор был суровый. Особый упор всегда делается на выносливости и психологической устойчивости кандидата. Это постоянный отбор, постоянные психологические тесты. По учебке это постоянная подготовка, выносливости. И я считаю, что здесь идет очень жесткий отбор, из-за этого отсюда и почет. Многие посвящают службе всю свою жизнь. Например, Игорь Дудин, командир подводной лодки. 32 года служил на границе с Китаем. Вспоминает, иногда месяцами не видел семью. До 26 суток в месяц были на границе. Придешь, да еще пару нарядов отнесешь суточных. Ну, в общем, вот что-то только увидел. Жену чмок, детей подержал в руках и все. Но все равно, прекрасно. Сегодня все пограничники служат по контракту. В Удмуртии все желающие от 17 до 22 лет могут обратиться в отдел кадров Республиканского управления Федеральной службы безопасности, пройти отбор и защищать границу нашей страны. Александр Демидов, Василий Хохарьков, телеканал «Моя Удмуртия». В Удмуртии растет количество разводов. В прошлом году было заключено более 11 тысяч браков, а разбежались 5 тысяч пар. Такие данные озвучили в Каракулино на форуме по вопросам демографии. Правда, обсуждения начали с медицинского осмотра. Обо всем по порядку расскажет Светлана Буланова. В Каракулинском доме культуры «Аншлаг» специалисты, в том числе узкие, диетолог, эндокринолог, онколог ведут прием. Здесь же можно проверить и давление, гемоглобин и сахар в крови. Не всегда можно к врачу попасть. Здесь все доступно, каждый врач на месте. Подошел, проверился, узнал, что тебя беспокоит. Консультация получила бесплатно. Такой парк здоровья организовали в рамках форума, посвященному демографической ситуации в Удмуртии. Сейчас в Родниковом крае проживает полтора миллиона человек. Шесть жителей республики перешагнули 105-летний рубеж. А в прошлом году родилось 22 145 малышей. По рождаемости Удмуртия занимает третье место, уступая лишь Пермскому краю и Татарстану. Галина Черепанова мамой стала нынче, в феврале. Ограничиваться одной дочкой Галина не собирается. Хотелось бы, говорит, максимум троих репетишек. Первое, чтобы хватало денежек на ребеночка. Потому что выплаты сейчас не сказать, что лохи большие. Как бы это более предусмотрено было. Со стороны медицинского здравоохранения ничего такого плохого сказать нельзя. В принципе и смеси выдаются, и обслуживание хорошо всегда походит. Меры социальной поддержки семьи в Удмуртии расширяются. К примеру, решается вопрос предоставления многодетным родителям право на бесплатное зубопротезирование, либо санаторно-курортного лечения. Есть и болезненные вопросы. Один из них – разводы. Так в Каракулинском районе с начала года брак зарегистрировали 6 пар, а развелись 15. У нас практически каждый второй брак распадается. Да, это действительно такая ситуация и такое положение. В целом по Российской Федерации нам надо сейчас выстраивать работу вот именно с подрастающим поколением, о том, чтобы учить не половому воспитанию, а этике семейной жизни. Сегодня наши парламентарии готовят целый ряд предложений в Госдуму России, направленных на поддержку семей. В нашу республику поступило 42 миллиона рублей дополнительно из Российской Федерации, чтобы оздоравливать детей. Это и большее количество детей получается, и продолжительность. Далее мы обратились к Андрею Константиновичу с тем, чтобы принять федеральный закон о мерах социальной поддержки многодетных семей, чтобы он был на уровне Российской Федерации, а не у каждого субъекта свой. Какой хотели бы видеть семью, на форуме спросили и самих жителей Каракулинского района. Итог анкетирования получился таким. 60% опрошенных хотят иметь большую семью. Светлана Буланова, Руслан Нуре Ахметов, телеканал «Моя Удмуртия». И у меня на этом все. А после небольшой рекламы информационный канал продолжит новости спорта. До встречи. Состояние мужского здоровья – важная составляющая его эмоционального, семейного и финансового благополучия. Нет такого мужчины, который бы не хотел оставаться в форме до глубокой старости. Сексуальные расстройства вызывают, как правило, самые глубокие переживания. И если раньше проблемы с потенцией встречались только после 50 лет, то сегодня все чаще на прием к урологу приходят молодые мужчины. Многие мужчины, услышав диагноз «эректильная дисфункция», воспринимают это как приговор. Это неправильно. На сегодняшний день существуют современные и эффективные способы лечения. Главное – это комплексный подход. Лечение не симптомов, а причин. Нарушение гормонального фона. Проблемы с сосудами полового органа. Воспалительные заболевания предстательной железы. Современные способы лечения позволяют улучшить состояние здоровья мужчины любого возраста. В медицинском центре «Алан Клиник» эффективность лечения достигается не только приемом качественных лекарственных препаратов, но и сочетанием немедикаментозных способов, таких как физиолечение, озонотерапия, массаж. В каждом случае лечение подбирается индивидуально и учитывает как возрастные особенности пациента, так и сопутствующие заболевания. И главное, что весь курс лечения проводится под наблюдением лечащего врача-уролога. Я рекомендую обращаться к врачу-урологу при следующих симптомах – боли в промежности и внизу живота, ослабление потенции, частые болезненные мочеспускания, частые позывы на мочеспускание, особенно в ночное время. Позаботьтесь и вы о своем мужском здоровье. Пройдите комплексное обследование и лечение в медицинском центре «Алан Клиник». «Алан Клиник» – 5 лет на страже мужского здоровья. Мы расположены в самом центре Ижевска, недалеко от центрального автовокзала. Записаться на прием можно, позвонив по телефону 555-559, код города 3412. Будем рады вам помочь. Продолжение следует...